А перед началом видео напомню, что у меня есть свой твич-канал. На нём я провожу обучающие стримы почти каждый день, так что если вы ещё не подписаны, то вперёд по ссылке в описании. Привет, друзья! Честно говоря, не очень хотелось запускать рубрику гайдов на своём канале, но из-за многочисленных просьб всё-таки попробую. Гайды не будут долгами на 30 плюс минут, скорее это как руководство, в котором я рассказываю о основных принципах героя. А также я выделю план, по которому большинство таких роликов будут проходить. Ну а вот, собственно, и он. Первое. Зачем нужен герой? Второе. Чего боится и что любит герой? Третье. Как выглядит идеальный план на игру? Или по-другому, как себя вести в игре? Четвёртое. Айтем билд и его тайминги? Ну и пятое. Скилл билд. Ну что же, перейдём к самому ролику. Первый гайд я посвящу Арквардену. Это мой любимый персонаж и больше всего обыдывание именно на арке. А значит, рассказать про него я смогу лучше всего. Сразу скажу, что это первое видео из двух. Вскоре после этого ролика выйдет ещё один про арка. В нём расскажу о 10 хитростях и фишках в микроконтроле на этом герое. Ну, ладно. Начнём. Часть первая. Зачем нужен Аркварден? Арк – один из самых сильных героев в лейте. По моему мнению, он входит в топ-3 по этому показателю. А если игра без кундерпиков, то я вообще топ-1. Помимо этого, Варден – один из самых сильных героев в религии, начиная с 6 уровня. Это делает его отличным мидером. Арк способен убивать, не жертвуя собой. Сплитить, не жертвуя собой. И даже участвовать в драках, не жертвуя собой. А это – уникальная способность. Также стоит отметить то, что Варден – один из лучших защитников хайграунда. Но, конечно же, у любого героя наравне с сильными сторонами есть и слабые. И Арк не исключение. Имея сильный early и late game потенциал, Варден полностью пропадает в ингейме. На этой стадии героя можно только фармить. А всё из-за того, что его скиллы банально не работают в тимфайте. Флюкс и Спарк блочатся большим количеством юнитов. Поле легко обойти. А ультимейт без заработающих скиллов и айтемов – тоже слабый спелл. Соло киллы без айтемов также делать трудно. Уже имея банально полторы тысячи хп и дешёвый айтем на сейф, противник может легко избежать прокаста арка. Помимо всего этого, стоит отметить то, что сам Арк – довольно уязвимая цель. В этом плане он очень похож на Снайпера. Полное отсутствие эскейпов. Итак, сделаем из всего этого вывод. Зачем же нужен Аркварден? А, нужен он для того, чтобы вынести вражеского мидера вперёд ногами с появлением ультимейта, сделать пару киллов до начала мидгейма и благодаря хорошему деф-потенциалу защищать хайграунд и сплитить, вводя игру в лейт, где Арк – чуть ли не самый сильный персонаж. Часть вторая. Что любит и чего боится Аркварден? Начинаем со второго. Как я уже отметил ранее, Арк – очень уязвимый герой, и эскейпов у него нету, а значит любой персонаж с мобильностью сможет его легко убивать. Также напомните, что скиллы Арка работают только на силу героя, а значит любой самонер или иллюзионист априори не уязвим для Арка. Ну и третье. Из-за своего слабого мидгейма-тенциала, Арк очень уязвим перед ранними тимфайтами и фастпушем. Любой агрессивный пик может банально его задавить. Ещё есть маленький четвёртый пункт, под названием Диспелы. С ним Арк тоже не в алдах. Дело в том, что весь его потенциал убийцы разбивается в большинство Диспел-механик. Арчит, нулифайр и даже замедление бронально не будут работать против грамотного Абдона или Оракла. Ну и вот вам пример четырёх героев, которых Арк боится. Бруда. Имеет и мобильность, и самонов, и фастпуш. Кашмар для Арка. Хаус Найт. Мобильность, стройный Диспел и сильные самоны. Войд. Мобильность и купол, который Арк пережить не может. Ну и можно ставить Мипа. Героя, у которого нельзя выиграть мид, и герой, который всегда будет прыгать на Арка и убивать его. Это были примеры контрпиков Ардена. По аналогии можно придумать ещё кучу героев. Ну а теперь о том, кого же Арк любит. А это хилые, немобильные ранджевики, которые ещё желательно не могут фастпушить. Такие герои умирают от соло иллюзий всю игру. Добраться до Арка они не могут. Пробить поле? Тоже. Играть фарм против Арка – гиблое дело, всё равно он будет сильнее на слотах. Ну и также приведу вам пару примеров. Снайпер. Начиная с шестого уровня умирает с прокаста, либо уходит фармить лес. Пробить поле снайпера очень трудно. Как-то засейвиться от иллюзии – тоже. ЦМки, сайленсеры, варлоки и прочие хилые саппорты – просто корм. Также в этот список могу закинуть таких керри, как Луна, Тролль, Тракса и всякие такие. В общем, снова те герои, которые никак не могут добраться до Арка и быстро убить его. Надеюсь, логику вы поняли. По аналогии сможете придумать ещё кучу героев. Часть третья. Как вести себя по игре. При игре на Вардене крайне важно понимать, когда герой силён, а когда слаб. Сможете это почувствовать – сможете легко выигрывать. До шестого уровня вы в миде далеко не самый сильный персонаж. Армора и мувспида мало. Урон с уровнем тоже почти не растёт. Тычка – также не самая приятная. А значит, большинство сильных мидеров будут доминировать. Постарайтесь не сильно просесть по экспириенсу. Против хилых героев типа Снайпера или СФа можно даже пробовать похарасить и убить, начиная с третьего уровня. Но рассчитывать на это не надо. Сконцентрируйтесь на фарме и ждите шестого уровня. Как только у вас появится ультимейт, сразу же попробуйте убить оппонента. Вместе с иллюзией вы передамажите почти любого героя. А значит, драться с вами не вариант. Киньте флюкс, призовите ульту. Если цель будет убегать от крипов, киньте ещё один флюкс из парки. Гарантированная смерть. Но если цель от крипов не отбегает, то просто убейте её с руки. Главное, не кидайте до флюкса сразу. Подождите, пока герой отойдёт от крипов. Иначе герой просто переждёт 6 секунд рядом с крипами и спокойно убежит. По такой схеме вы можете убивать примерно до 15-17 минуты. После этого противники будут ходить двоём-втроём. Начнутся первые тимфайты. А в них арк крайне слаб. И это очень важно понимать. Даже если у вас будет 10-0 к 15-й минуте, нужно будет остановиться и уйти в фарм. Иначе вы просто сольёте своё преимущество в первой же драке. Лично я стараюсь сделать хотя бы 4-5 килоф до этого момента. Если получилось, отлично. Примерно до бьолнера, алтара и траволов вы уходите в АФК фарм. По кадет отправляйте ульту балайном и вешайте милдер на крипов. Если где-то начинается драка, вы сможете легко прилететь и снести вышку. Так как крипы, скорее всего, будут на стороне противников, благодаря вашему сплитпушу. С лотаром вы сможете убивать хилых саппортов, если у них нет сейф айтемов. И то только иллюзий. Если противник, ну совсем наглеет и лезет под вышки, то вы можете принять участие в драке. Но только если все важные скиллы уже были скинуты. Когда у вас появится пика и лант на ранж атаки, противники уже вряд ли снесут вам хайраунд. На такой стадии вы даже хотите, чтобы оппонент пошёл в пуш, так как драка вы, скорее всего, выиграете. За счёт пика легко занимать нужную позиционку. Всё это для того, чтобы не быть лёгкой целью в замесе. Не забывайте взять молнии на ваших инициаторов. А также, если вы боитесь микроконтроля, то просто найдите себе хилого саппорта без эскейпов и направляйте на него иллюзию. Сами же играйте на оригинале. Дело остаётся за малым. Доделать себе айтемы на урон, а именно арчит и нулифайр. С ними вы убиваете почти любого героя в доте. Этим и нужно пользоваться. Иллюзии ищите вражеских коров по карте. Рано или поздно вы просто убьёте ключевого героя без бебека, и игра закончится. Ни один героя в доте не способен делать колыни рисковой собой. И это главная особенность Арквардена. Пользуйтесь ей. Также вы должны понимать, что Арквардена забирает рожа на соло за 15 секунд. И этим тоже надо пользоваться. В пуша вы практически всегда действуете иллюзией. Главный герой же стоит и в кафку стах неподалёку. Если же противники отлеглись на драку, то смело идите вместе с иллюзией ломать сторону. У вас это очень неплохо выходит. Примерно по такому сценарию будет проходить большинство игр. Часть четвёртая. Айтем билд. На самом деле выбор предметов у Арка очень велик. И в этом видео разберу те сборки, которые лично я использую. Конечно же это единственный правильный вариант. И можно пробовать другие. В основу моего айтем билда идут три типа айтемов. Для фарма, для сейва и для урона. В такой же последовательности они и собираются. Но давайте всё по порядку. На линию вы выходите с рейсбендом, веткой и филифайером. Первым делом аппай Маквиллу. Лично я после этого сразу же докупаю второй рейсбенд для улучшения ластхита. Можно этого и не делать. Потом ботинок и конечно же Медас. Со вторым рейсбендом тайминг Медаса следующий. Седьмая-восьмая минута идеально. Девятая-десятая стандартно. Одиннадцатая-тринадцатая плохая игра. После Медаса в очень редких случаях можно сделать себе Метеор Хаммер. Делается он только для того, чтобы быстро закончить игру минут за 15. Это возможно если вы играете в команде с каким-то хускаром. Ну или каким-то фастпушщим героем. Во всех других случаях делаются молнии. Они появляются в среднем минуте на 15. А это ровно тогда, когда нужно уходить в фарм. Апать Мьелнер без травелов смысла нету, так как все равно вы не сможете раскидывать половину активку. Поэтому докупаем травела и только после этого апаем молнии. Эти три айтема, Медаса, Мьелнер и травела и есть первый тип предметов для фарма. Идеальный тайминг такого закупа 21 минута. Чуть позже. Не страшно. После идут айтемы для сейва, а именно лотар и пика. С лотаром вы уже можете пробовать и убивать хилых саппортов, а также занимать позиционку в драке. Пика же просто махстеф айтем. Он дает нам единственную эскейп механику, а также возможность догонять цель, избивать линьку и просто лишний ранж таки, что немаловажно. В оставившиеся два слота уходят айтемы на урон. Почти всегда это болтор на нули фаер. Если у противников диспелы, то можно купить себе хекс плюс любой айтем на урон. С таким айтем билдом вы нереально сильный герой. Все, что будет дальше, уже мало что меняет. А дальше можно менять лотара, если не дают им пользоваться, на бабочку, сатаник или скаде. Ну и конечно же докупить мундшард, а также рефрешер и бкб рюкзак. Рефрешер нужен для того, чтобы всегда иметь ульту при защите хэграунда, а бкб вы можете прикладывать вместо травелов за месси. Самое главное, порядок покупки айтемов можно менять под ситуацию. Ну к примеру, противники вас давят, няпайте травелайм йолнер, это мало что даст. Заражьте лотар, ну или скажем дракон лэнс. Ну или допустим, у оппонентов ну очень разошелся герой, который боится сайленса. Отложите пику, купите арчит. В общем айтем билд гибкий и можно подстраиваться под случай. Меняйте местами айтемы на фарм, сейв и урон, если нужно. Ну и часть пятая. Скилл билд. Тут на самом деле у арка разнообразия мало. Цель, как можно быстрее иметь сильный прокаст, так что вот такой скилл билд вы используете но почти всегда. Спарк на первом куда сильнее флюкса, тем более им можно набивать крипов если очень надо. К седьмому уровню хочется иметь флюкс 4 и спарк в 2. Но против некоторых миддеров, если все плохо, стоит взять поле на четвертом левеле. А это такие миддеры как инвокер, клинкс или вайпер. Все трое слишком больно бьют рукой. И если у вас проблемы, прокачка поля возможно спасет ситуацию. Дальше все просто. Докачайте урон, докачайте поле. Таланты у Вардена тоже весьма однозначные. Кулдаун редакшн дает слишком много для такого персонажа. Это и мидас, и тревела, и ультимейт. На 15 уровне многие берут хп. И я с этим не согласен. Здоровье Вардену не слишком-то и нужно, так как он все равно умирает если до него дойти. А вот рейндж люкса позволит не подпускать себе героев еще до блинка. И инициировать с рейнджи в целый экран. Ну слишком крутой баф. Остальные таланты тоже очевидны. Рейндж атаки и вампиризм. В очень редких случаях можно взять себе урон от спарка на левел 25. Но об этом я расскажу в следующем ролике. Ну что же друзья, вот такое вот руководство по Вардену у меня получилось. Надеюсь информация была для вас полезна. Напомню то, что через пару дней я выпущу еще одно видео про арка. В нем я буду говорить именно про микро момент на этом героя. Так что ждите. А на сегодня я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok